Друзья, всех рад приветствовать на своем канале. В этом видео хочу вам рассказать о таком приложении, которое набирает очень большой популярности среди украинцев. Дия. Значит, суть этого приложения, что ваши все документы будут отцифрованы и перемещены вот это вот приложение, которое можно установить. Суть такова. Значит, когда вы ездите на автомобиле, вас останавливает полиция, вы показываете техпаспорт, свои права, и таким образом проверка идет. Также еще страховку. Когда же вы устанавливаете это приложение, вы вводите все свои данные, то есть фотографируете свои техпаспортные данные, фотографируете права, отправляете туда на проверку, вам проходит некоторое время, дают разрешение, одобряют, и вы можете не возить вот эти документы с собой в автомобиле. То есть, если вас останавливает патруль, вы просто-напросто открываете приложение, его сканируют, и ваши документы все находятся у сотрудника полиции на смартфоне. Значит, очень и очень удобно оно. Как его скачать? Если же вы пользуетесь iOS-устройством, то в WebStore скачиваете. Если же Android, то в PlayMarket. У меня Android-телефон, я захожу в PlayMarket, и быстренько его нахожу. Зачем я это показываю? Так как сегодня утром я не нашел это приложение, так что хочу максимально вам показать, как оно и скачивается. Пишем по-украински dia, и здесь, видите, выбивает различные приложения. Очень их много. Чтобы вы не перепутали, вот так вот оно выглядит. Черное, в середине написано dia. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. Нажимаем установить. Я же уже его остановил. Принимаем все условия. Здесь рекламы нет. Вот так вот оно загружается. Там ознакомление идет. Первое, что вы там должны увидеть, сколько людей уже зарегистрировалось, сколько пользуется, какое преимущество. Вы с этим всем соглашаетесь. После вас уже перекидает на вот такую вот страницу, страничку, где пишет, что, пожалуйста, авторизируйтесь. Хочу еще один минус сказать этого приложения, которое я только нашел, что если не ваш автомобиль, а оформлен он на кого-то другого, вы, то есть, делаете регистрацию по техпаспорту, вам придет отказ. Если же ваш автомобиль, он оформлен на вас, таким образом, зарегистрившись, вам полностью дадут добро. Если вы зарегистрируете права, то есть, без всяких проблем, вы сможете просто-напросто не возить права. Но если вы ездите на чужом автомобиле, придется брать техпаспорт. И здесь мы уже нажимаем или 24 приват, или банк ID, и проходим авторизацию. Заходим на приват, вводим свои данные, вводим свой номер телефона, вам приходит пароль, и вы это все подтверждаете. Сейчас я подтвержду и возвращаюсь. Итак, после некоторых нескольких секунд я авторизировался, ввел свои данные, то есть, приват банка, и здесь приложение, где хочет осуществить авторизацию с помощью приват 24. Вы уже сами нажимаете, разрешить или нет, подтверждаете. Идет авторизация. Придумайте код четырех цифр, который у вас будет всегда. Сейчас. Еще раз повторите. Пишет. Несколько раз вводим. Его, чтобы система запомнила. Также мы можем вот... И теперь пишет. Вы у Дии. Теперь водительское удостоверение и посвящение можно оставлять дома. Перейти к документам. Ваш документ требует вертификации. И здесь вот, если я сейчас нажму, будет вон мои права, я уже вижу. Также вижу свидетельство про регистрацию моих автомобилей. То есть, полностью все мои данные. Очень и очень удобно. Кстати, я и сам, ребятки, очень внимательно регистрируйтесь, так как вот действительно все мои данные, я вот сейчас пересматриваю, находятся здесь. Очень и очень удобно. Сейчас только вертификации требуют мои, вот видите, водительское удостоверение. То есть, я должен его сканировать. И так, когда я его сканирую, все документы будут у меня, то есть, в смартфоне. Вот так вот работает это приложение. На самом деле, очень классно. Быстренько я зарегистрировался. Кому помог мой осмотр, обязательно поддержите лайком, подпишитесь на мой канал. И вот так устанавливайте, будете тоже пользоваться без всяких проблем. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.